Маша, первичный есть сегодня? Ага, один. Ну давай с него начнём, Маша. Приглашай его. Заходите, не стесняйтесь. Доктор. Да, я доктор здесь. Я к вам и обращаюсь. Присаживайтесь, не стесняйтесь. Я вас слушаю. Бородавка. Интересно. То есть вы представляете себя бородавкой. Да нет, ещё раз, с ума сойти. Просто бородавка на спине, на нижней части. Не могу показать. Не-не-не, я вижу. Спасибо. Красивая бородавка. Как ваше имя? Типун Карп Остапович. Типун через тире. То есть. Китайцы. Да ладно. А так. Вопросов нет. Типун. Так, и на что же вы жалуетесь, помимо бородавки? На жизнь жалуюсь. Чёрные кошки перестали перебегать дорогу, боятся, что им не повезёт. Так, с вами всё понятно. Эго-дистоническая трихотеломания, я думаю. Я знаю. Ага. Что ищу? Цыганка на вокзале, говорит, соколок. Дай-ка погадаю. Растопырил руку мою, говорит, поздно. Да что? Я думаю, может, у меня ящер. Какой ящер в наше время? Скажите, вы женаты? Да, жена у меня морж. То есть она у вас закаляется в проруби, да? Нет, чисто визуально. Усы от растилок, ласса 45-го размера. Рыбу пожираю сырую килограммами. Нюанс такой. Когда рыбу не даёт, она так ложится, там. Морж и есть морж. Да, смешно. А вы как к рыбе относитесь? Я не ем рыбу. Ага. То есть вы предпочитаете мясо? Боже упаси. Значит, вы вегетарианец? Как сказать, я бюджетник. Так, вы пришли не по адресу, потому что вам абсолютно ко мне не надо. Не надо, вы не мой больной. Вам надо к трихологу. Сходите. Вы думаете? Да, или... А знаете, сходите к проктологу. Там очень интересно, вам понравится. Да был я там. Так. И что они? Сказали, товарищ, пошёл ты отсюда, знаешь куда? Иди-то ты... Послали, то есть. Куда послали? К вам. Кстати, что такое обувное атрибут? Это такой пресс-папье вариант у вас? Оригинально. Слушайте, а вы интересны. Вы интересны. Не надо руками трогать. Вы знаете, вы на самом деле, вы первый, кто заметил. Да ладно? Вот здесь этот вот ботинок. Вы первый. Кроме слепые заходят, да? Вы мне даже нравитесь. Ну, понимаете, я вам отвечу честно. У меня необычный кабинет. Ко мне приходят разные люди. Я заметил. И понимаете, да, да, приходят очень необычные люди. Обычно у них в голове вот такого размера таракан. У меня нет, я вывел дихлофосом все давно. Спокойно. Вы уверены? Абсолютно верно. Это экологичный документ. Положите, пожалуйста, я начинаю нервничать. Жалко. Жалко. Доктор. Такой вопрос. А вы точно доктор? А почему вы засомневались? Ну. Я доктор. Вы же видите, что я доктор. Вы видите, на мне халат. Ну, халаты у меня есть. Ну, у вас халат дома, а у меня вот здесь, на мне. А знаете, батенька, психиатрик, кто первый халат надел, тот и доктор. Как в цыганском таборе, да? Так что, да, 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 типа того. Так что, мне задавать вопросы вам. Итак. Так. Итак, какой у вас сон? Сон хороший, здоровый, сплю как убитый. Несколько раз обводили мелом. Ну, вы знаете, частенько во время сна начинаю говорить на иностранных языках. Ну, это нормально, это внутренний диалог, это я пока не вижу. Если вам интересно, я прочту кое-что. Так, ну, давайте. Допустим. И что это вы сейчас сказали? Понятия не имею. Симптоматическая сиринга-милия. Давно ее не было. Что это означает? Понятия не имею. Скажите, пожалуйста, а что вас еще беспокоит? Правая нога болит в полнолунии сильно. Ну, это неинтересно, это возрастное, это вообще даже не ко мне. Ну, возрастное. Левая с ней ровесницей, она же не болит. Логично. Логично. А вы были у терапевта? Да, прописал уголь. Активированный? Кокс. Три раза в день. И жога замучила уже. Ну, вы знаете, что я думаю? Нет. Я вот так вот сопоставила все признаки. Я вас могу обрадовать. Я думаю, что это не ящер, это сто процентов. Вы знаете, я думаю, что это такая легкая астеническая задумчивость на фоне хронической паники верхнего гипотеза. То есть вам необходимо научиться мыслить позитивно. Давайте с вами попробуем такую игрушку. То есть я задаю вам вопросы, а вы на каждый мой вопрос отвечаете только одно слово. Окей. Понятно? Окей. О, прекрасный. Как ваша жизнь? Отвечать? Отвечайте. С матюками можно? Ну, конечно, нельзя. Мне нечего сказать. Карп Остапович, скажите честно, вы гуляете на свежем воздухе перед сном? Перед сном у меня другое хобби, я грызу ногти. Как есть, так есть. Кто чем? Кто марки клеит, я грызу ногти. Вы понимаете, вы не расстраивайтесь. Это самое легкое, это самое легкое на сегодняшний день. Потому что я вас сейчас быстро отправляю к стоматологу. Вы уходите из моего кабинета, навсегда уходите к стоматологу. Он просто удаляет вам все зубы. Все. Все. Это исключено. Я очень люблю яблоки, я не могу деснами пожрать яблоки. Как я могу вырвить зубы? И что это? Слушайте, вы интересный человек. Слушайте, вы второй раз меня удивили. Вы любите яблоки? Обожаю. Вы знаете, я тоже люблю яблоки. Просто сколько много у нас общего, странно. Ну, да, яблоки это ассоциация из нашего детства, понимаете? Вот эти вот, помните, помните, как мы с вами за яблоками в чужие сады. Мы с вами вместе. Не мы с вами вместе. Не мы. Это хорошие воспоминания. Понимаете, к чему я вас подвожу? Надо жить с удовольствием, жить, несмотря ни на что. Понимаете, а? Хвост с пистолетом. Карп Астапович, как ваша жизнь? Да какая жизнь? В среду пришел в бассейн с байдаркой, не пустили. То есть вы пришли в бассейн с байдаркой, вас не пустили за байдарки? Нет. Нет, почему? Причем байдарка? Справки не было для бассейна. Что такое справка в наше время? Боже мой. Это пух. Я сейчас быстро выписываю вам справку, вы уходите в бассейн. Может быть, вы там утонете в этом бассейне. Может быть, вы перестанете ходить к врачам, отвлекать их от всех нужных дел. Я вот выписываю вам уже справку. Карп Астапович. Карп Астапович. Доктор, у вас глаз дергается. У меня все дергается. У меня глаз дергается. И у попа, и уши. У меня все дергается. Я не знаю, что происходит. Я просто никогда такого у меня не было. Понимаете? Что это за такое? В ухе стреляет. Откуда вы знаете? Я слышу. Я думаю, может быть, у вас ящик. У меня? Ну, не у меня же. Ящик. Откуда. Как вы думаете, это муж как-то... Ну, 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 выше головы. Надо сфокусироваться на положительных эмоциях. Помните, как мы вместе ходили в сады, воровали яблоки. Ну, весело. Молодые. Доктор, мы с вами, мы с вами герои. Да. Вы работаете за гроши, а я лечусь хрен знает у кого. Знаете, что случилось? Бородавка отвалилась. И как-то, знаете... Вам полегчало, скажите. Да не то слово. Вон в чем собака-то зарытая была. В словах собаку, чтобы она свалилась и убежала, я видела. Господи, все полегчало. Да ну не то слово, мне прекрасно себя чувствую. Вы чувствуете себя здоровыми. Отлично. Отлично. Я так и запишу. Спасибо вам огромное за лечение. Да, да, пожалуйста, запишу. Здоров абсолютно выписан. Без бородавки на теле и без ящера в голове. Все. Отлично. Карп Астапович, все будет хорошо у вас. Кстати... Все хорошо. А что вы делаете сегодня вечером? Ну-ка. Карп Астапович, сегодня вечером я делаю все. Тогда разрешите пригласить вас в одно из очень укромных, интересных местечек. Начнем с кофе. Я с удовольствием. Только ботинок на всякий случай. Хорошо, выгодите, а так я вас проведу. Спасибо.